Беда их сплотила и выгнала в морозное воскресное утро на улицу. Впрочем, эти люди готовы пожертвовать не одним своим выходным. На митинг на площадь Ленина пришли жильцы сразу нескольких домов с проспекта строителей. Напомним, что стройку офисного здания там обещали прекратить. Однако новый объект растет ударными темпами и дотянулся уже до окон квартир третьего этажа. Мэрия, по всей вероятности, крепко зажмурила глаза и заткнула уши. На контакт с жителями и журналистами чиновники выходить наотрез отказываются. Мы обращались в комитет архитектуры и градостроительства. С нами разговаривала специалист, который зовут Ирина Юрьевна. Отвечает нам, что стройка идет без их ведома. Почему не присылается ни одна комиссия, чтобы проверить, что строится, мы понять не можем. Господин Матвеев, который оставлял мне лично свой телефон и говорил, звоните в любое время. Не дай бог будет начинаться строительство. Разговаривать с нами не желает. На прием можно к нему записаться только на конец января. Видимо, замглавы администрации Александр Матвеев ждет, когда стройка закончится. Тогда всех принимать и будет. А между тем на подъездах жителей появились провокационные и унизительные листовки. Ну что, Блебеев, накушались обещаниями властей. Строительство-то идет. Знай свое место и утрись, быдло. Вадь, вадь, вот это вот сверху. Кто это написал, остается только гадать. Вот только накал страстей во дворе на строителей нарастает. Уже была даже потасовка между жильцами и рабочими. Хотя ни те, ни другие в случившемся не виноваты. Конечно, это коррупция. Это чисто коррупционная система, которая так и возмущает. Разговаривая с представителями властей, в том числе и единороссами, по крайней мере появляется впечатление, что некоторые представители власти тоже заинтересованы в решении ситуации. По крайней мере вопрос о комиссии, о создании комиссии по пересмотру всех контрактов на аренду земли в городе, это вопрос вполне возможно решаемый. Почему обманули и строят не то, что обещали? Теперь этот вопрос больше всего волнует жителей. Нет ни окон, ни дверей. Площадь и высота явно больше заявлены. Строящее создание по очертаниям меньше всего напоминает обещанное офисное помещение. Мэрия отвечает, что быть такого не может. Видимо, из кабинетов администрации все выглядит иначе. Если застройщик строит это самовольно, почему власть не приостановит самовольно ведущиеся строительства? Более того, есть основания предполагать, что такое строительство изначально ведется с техническими нарушениями. По крайней мере на одной стене, там, мы уже наблюдали стрещину. Если здание строится, как говорят, мы достоверной информации не имеем, как говорят, оно строится под магазин, то есть под общественное назначение, то как же можно строить его так по ночам, украдкой, вечерами, чтобы потом оно рухнуло, что ли? Нам мало по стране рухнувших зданий. Мы еще хотим одно. Мы хотим, чтобы власть нам открыта, честно и прямо сказала. Да, люди, мы разрешили этому застройщику строить здание такой-то площади, такого-то назначения. Несколько недель назад жители подали в суд. Теперь ждут решения. В эту субботу люди собираются устроить у себя во дворе народный сход и очень ждут в гости Александра Матвеева и застройщика. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.